Чтобы овладеть боевым искусством, необходимо постичь его философию. Без разума тело не нужно. Еще один зал, в котором обучают каратэ до ситарю, открылся в микрорайоне Букино. Репортаж Елены Козловой с места события. Познать себя. Научиться уважительному отношению и к людям, и к вещам. Развить в себе чувство долга. Искренне верить и не скрывать выбранную позицию. Все время помнить о чести, строго соблюдая моральные принципы. Выработать такую силу духа и волю к победе, перед которой отступают не только опасность, но и боль. Все это приходит в процессе познания японского боевого вида искусств, каратэ до ситарю. Доброта, искренность, порядочность – это уже высшие ступени учения. Признаки не только силы и храбрости, но и человеколюбия, которые заставляют с уважением относиться к человеческой жизни. Ну а весь кодекс чести и философии японского боевого искусства заключаются в понятии джисей, что с японского означает самообладание. Согласитесь, таких качеств не может быть в переизбытке, и они нужны людям во всем мире. Вот почему каратэ до ситарю изучают в 134 странах мира. Россия не исключение. И в нашей маленькой Лобни открылся уже второй зал, где преподают этот вид боевых искусств. Надо отметить, что существует несколько школ каратэ. Учитель, мастер спорта России, судья международной категории, обладатель шестого дана каратэ до Вениамин Гармаев преподает один из основных и старейших стилей каратэ – деситарю. Это в большей степени традиционная каратэ, настоящая японская, где мы соблюдаем полностью этикет, название по-японски у нас все происходят. Затем изучаем как базовую технику, именно то, что та тренировка, которая тренируется в Японии на океанаве. И плюс ко всему мы совмещаемся со спортивной деятельностью. Вот также мы занимаемся таким видом, как кобудо – это работа с оружием. Вот, если посмотреть на стенд, вот там у нас на стенде висят шестые, там разные другие орудия для самообороны. Плюс ко всему у нас здесь есть группа оздоровительной гимнастики Ушу, Тайдзи Цюань, которой занимаются в основном, почему-то пока-пока женщины. Из социальной программы только работа с инвалидами. Вот, сейчас занимается несколько детей аутистов, вот, и, соответственно, они, конечно, занимаются бесплатно. Поскольку главная задача каратэ до ситэрю – это совершенствование, то и возрастных пределов у учения нет. Познавать себя можно всю жизнь, а вот начинать лучше с раннего детства, поэтому возраст младшей группы – 2,5 года. В каратэ, как в спорт, приходят уже после 4 лет. Ну, а саморегуляция внутреннего мира в возрасте после 30 лет даже важнее, чем до 30. И в этом смысле Ушу ряд гимнастических упражнений для саморегуляции внутренних сил организма просто незаменим. Поскольку каратэ до ситэрю – это многогранное искусство, то и оснащение зала должно быть соответствующим. И татами есть, даже хореографические станки, без этого нам тоже невозможно обойтись. Специальный силовой отдел есть, где у нас ставят тренажеры разнообразные, также груши, макевары. Ну, все для того, чтобы только заниматься. Открывая новый головной зал по каратэ до в Лобне, президент Федерации каратэ до ситэрю России Алексей Репин, обращаясь в первую очередь к родителям, отметил, что сегодня… «Победили здесь все и будут побеждать все, потому что именно наш вид боевого искусства, я даже не сказал спорта, а боевого искусства, это ключ к правильной жизни. Потому что здесь вы не сделаете ни одного следующего шага, он учит дисциплине и трудолюбию. Это те основные качества, которые нужны всем в жизни». В свою очередь президент Федерации каратэ города Лобня Александр Белецкий сказал… «Вот этот зал, эта презентация, это, скажем так, знак нового этапа в жизни школы каратэ города Лобня». Ну, а вице-президент торгово-промышленной палаты Ильдар Кадырзанов высказал, на первый взгляд, совершенно невероятное пожелание для человека, выступающего от лица строителей. «Спортивный зал, мне хотелось бы, чтобы через некоторое время он стал маленьким для всех желающих». И тогда, вполне возможно, в Лобне появится не секция, а своя школа каратэ. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания Лобня.